Я динозавр блогинга в Украине. Ты себя любишь накрашенной, либо не накрашенной больше? Я себя люблю. Чем хуже ты выглядишь, чем вероятнее ты встретишь мужчину своей мечты. Поэтому мне нужна челка. Вот это сумочка Эрме. Пожалуйста, остановитесь, люди. Она не самая лучшая в мире. Коробочка. В коробочке есть коробочка. В коробочке есть сумочка. В сумочке помадка, а в помадке смерть бьюти Кащеева. Я не считаю, что качество косметики определяется исключительно ее ценой. Всем привет! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Здесь мы говорим о красоте, отношениях и, конечно же, разбираем косметички красивых девушек. Сегодня у меня в гостях самый топовый бьюти-блогер Украины Лиза Краснова. Всем привет! Либо многие ее знают как тоталиблонд. Блондинка на всю голову Лиза Краснова была блогером еще до того, как это стало мейнстримом. Мировые бренды приглашали Лизу в пресс-туры, когда нынешние инфлюенсеры еще смотрели вечернюю сказку. Лиза ездила в пресс-тур с Шакирой. Только Лизу из всех украинских блогеров пригласили на международный ивент от Look Fantastic. А еще Лиза стала одним из лиц суббренда Mark от бьюти-гиганта Avon в Украине. У тебя есть ютуб-канал, да? Да, у меня есть инстаграм, у меня есть текстовый блог, знаете, еще такие, когда люди еще умели читать. Ты до сих пор его ведешь? Нет, но стараюсь. Все началось с него 10 лет назад, поэтому я динозавр блогинга в Украине. Я хотела быть ветеринаром. Моя бабушка сказала, нужно получить нормальную профессию. Нельзя быть ветеринаром. Ветеринары крутят коровым хвосты. А нормальная профессия – это бухгалтер. Здравствуйте. Я получила это образование, принесла эту корочку, говорю, вот, спасибо, пожалуйста, 5 лет коту под хвост. И в итоге все равно я стала заниматься тем, чем стала заниматься. У меня с детства была тяга к писанине. У нас был обмен. В школе кто-то за меня решает математику, и я за него пишу сочинения. Я могла на класс написать 20 сочинений, для меня это вообще не проблема. Когда ты горишь своим делом, ты можешь стать профессионалом где угодно, в любой сфере. Это раньше у нас была, есть нормальная работа, там, типа, специальность, и ненормальная. Ну, то есть, в конце этой жизни страдать от того, что вы ее просрали, будете только вы. У тебя блогинг – это твоя работа. Да. Основная работа, то есть, это не шутки, это прям такой бизнес. Все серьезно. Официальный миллионер практически уже, да, насколько я услышала. Кремлюсь. Какая у тебя была самая интересная коллаборация? Вот самая твоя любимая, запоминающаяся, рекламная? Ой, я, честно говоря, не выделяю кого-то конкретно, то есть, любая коллаборация с брендом, который я люблю, для меня уже классная. То есть, у меня есть бренды, которые пишут, вот, у нас есть продукт, пожалуйста, должно быть упомянутое это слово, мы знаем, что вы сделаете классно, делайте, как считаете нужным. Это самая лучшая коллаборация, когда клиент к тебе обращается, когда он понимает, что он может от тебя ожидать, а не вот это. Мы хотим нативную рекламу, но, пожалуйста, сидите вот так с нашей банкой, футболки нашего бренда, на баннере нашего бренда, улыбайтесь, напишите заглавно, кэпсом, название бренда. И все должно быть очень нативно. Никто не должен догадаться, да? Это просто трешечина полнейшая. Причем все хотят, чтобы было очень натурально, но четко по брифу, слово в слово, лучше вообще перепишите, даже без правок. А какая самая такая бредовая коллаборация, которую тебе предлагали? Может, ты либо согласилась, либо отказалась, но подумала, господи, как они мне это предлагают? Было время, когда очень многим блогерам присылали косметику, говорили, вы ее потестируете, а потом перешлете другому блогеру. Да ладно? Да, присылали пользованную косметику под предлогом, ну вы знаете, это такая дорогая палетка, но мы не можем вам ее оставить. Сумма, я-то, кстати, такого не знала. Поэтому я, кстати, люблю смотреть твой канал, обязательно подпишитесь на канал Лизы, потому что у тебя всегда честные обзоры. Если есть какая-то критическая для здоровья ситуация, я обязательно об этом напишу. Кстати, когда-то мне сказал пиарщик бренда, если вы будете такое про нас писать, вас могут найти в лесу. Господи. Да, так что это еще и опасная работа. Ну что, перейдем к косметичке. Во-первых, конечно, мне очень приятно, что это косметичка Элан. Конечно. Первый раз ко мне пришла косметичка Элан. А, класс, по чинам. Да. Начну тогда с твоих, как бы, деток. У меня есть две кисточки, которые я обожаю. Они у меня всегда есть в бэкапе, в запасе, поэтому эти чистенькие, они замусолены. Просто две лучшие кисти, на мой взгляд, которые вы должны внести в свой виши-лист. Обязательно приобрести себе кисть универсальная. Это не проплачено. Тут вообще ничего не проплачено, к сожалению. Кисть 0,7 мая, правильно? Просто божественно наносит все. Просто вот возьмете самый любой гадкий, отвратительный продукт, и он станет все-таки лучше. Ну, просто лучше выбросите его и не мучайте кисть. И кисточка 0,6, блин, она для всего тоже очень классно подходит. И если у вас, кстати, нависающая века, она очень классно. Просто вот так ставишь ее в глаз, так чин-чин-чин-чин-чин, и все, и у тебя уже как бы все отлично. Я боюсь, что мне напишут, знаешь, что опять она хвалит свою продукцию. Просто у вас нет своей продукции, нет своего канала, вы просто чисто завидуете. Тебе много пишут хейта? Нет, кстати, потому что знают, что я отвечу, так что лучше не нарвать. Ты отвечаешь так, да? Ну, я отвечаю так, что реально мне не пишут хейты. Ну, то есть мне даже писали, что я вас заблокировала, чтобы вы мне не отвечали. Да ладно. Мне важно уходить. Там дальше есть и другие бренды, честно. Нет, я просто, во-первых, я шла к тебе. Это раз. Во-вторых, есть средства, которые я реально считаю обалденными. Почему я должна их не показывать? Реально это точилку, Лиза. 50 тысяч раз я ее показывала в своих сториз. Блин, это лучшая точилка. Она точит все, что только можно. Даже эти ушлепские карандаши в таком пластиковом дереве непонятно чем. Если у вас есть карандаш, который невозможно поточить, у вас просто нет точилки Элан. Она тупо лучшая, Аня, спасибо тебе большое. Тупо лучшая точилка. Тупо лучшая точилка. Ты сказала про ушлепские карандаши. А есть что-то у тебя ушлепское в косметичке? То, что ты купила и не пользуешься, не рекомендуешь? Да. Я, пожалуй, первый и единственный блогер, кто не рекомендует палетку Том Форд. Какой мираж? Боже, пожалуйста, остановитесь, люди. Она не самая лучшая в мире. Для меня это абсолютно не очевидные цвета. Цвет побелки. Но это еще ладно. Это как бы транспарантные цвета, цвет усталости и все такое. Но это что? Ну то есть, когда я долго не убираю в квартире, у меня пыль такого оттенка. Ну в смысле? При том, что все хорошо с этими тенями, они очень красивые, Том Форд очень красивый. И вообще, если бы он как бы ходил по нашей стороне улицы, я уверена, за ним бы бегало тысячи женщин. Но, блин, это очень странная вещь, я ее вообще не понимаю. Кстати, кисточки хорошие. Кисточки лучше, чем тени. Вот что это? А какая классная? Классная палетка от копеечного бренда Morphe в сотрудничестве с Джеклин Хилл. Эта палетка была раскуплена за 10 минут, что-то такое. В общем, я ее покупала через Байер, когда у Morphe не было прямой доставки. Я везде всегда показываю. Мне кажется, что это реально самая лучшая палетка. Один минус, в ней нет холодных оттенков для складки. То есть она такая более теплая. Но, с другой стороны... Ну, при желании можно там домешать. 10 баксов она стоит, и я пользуюсь ей уже... И это, 85? 85. И я ей не пользуюсь. Есть еще у тебя что-то бесполезное? Да. Мой первый, единственный Hermes. Сама купила? Это не сумка, я не Гоцей. Вот это сумочка Hermes. Да. Отдельно коробочка. В коробочке есть сумочка. Подожди, есть сначала коробочка. В коробочке есть коробочка. В коробочке есть сумочка. В сумочке помадка. А в помадке смерть бьюти Кащеева. Первый раз, когда я открыла эту помаду, начала ей краситься, она начала шататься в разные стороны. В итоге она просто вывалилась у меня. Она была не закреплена внутри. Я написала в бутик. И они сказали, ой, извините, деньги вернуть вам не можем, но мы вышли, вам еще одну помаду. Боже, какое счастье. Нафига мне еще одна помада? Она все время переходит на все. На стаканы, на людей. В общем, нет. А сколько она стоит? Помнишь? 62 евро, если мне не изменяет память. Я не считаю, что качество косметики определяется исключительно и в ее ценой. Тени у многих люксовых брендов страдают. Я спрашивала, почему, ну, даже вот у бренд-менеджеров, почему у вас такие, типа, ужасные тени? Знаешь, когда на мероприятии есть, они говорят, ну, вообще-то, вообще-то, нашу косметику могут позволить взрослые, состоятельные женщины, а они не любят яркий пигмент. Но сейчас любая писюшка 16-летняя может позволить себе люксовую косметику, а мы любим яркий пигмент. Ну, здесь еще, на самом деле, вопрос с пигментами. И многие вот такие пигменты запрещены в изготовлении косметики, там, в Европе. Но, тем не менее, например, тот же самый бренд Dior, с их линией backstage, они делают супер-классные, пигментированные, крутейшие тени. Вообще, из люкса, мне кажется, это самое классное, вот то, что доступно никуда не ехать, просто вышел в любой браккард, реально лучшее. То есть твой любимый люксовый бренд это Dior? У меня нет какого-то любимого люксового бренда, но если бы меня спросили, вот у меня есть там, грубо говоря, 2000 гривен, и я хочу купить точно классную палетку, не ждать, не заказывать, вот прийти и купить. Вероятнее всего, это был бы реальный Dior. Да, вот именно коллекция backstage. Но вообще у меня нет какого-то предвзятого отношения. У меня, кстати, в косметике сейчас есть Avon, казалось бы, но реально одни из самых красивых натуральных румян. Метеориты. Но они реально очень классные, они очень освежают, в них есть супер мелкая такая дисперсная крошка, то есть это не отдельные блестки. Ну то есть чтобы бренд сделал в таком доступном сегменте такой классный продукт, все-таки где-то же они достали эту формулу, значит и другие смогут. Не, ну на самом деле это Avon серьезная компания, кроме... Да, кстати, Avon была первая компания, первый бренд, который со мной начал сотрудничать как с блогером. Я там чуть не умерла от счастья, потому что я всегда расценивала это как огромную компанию, которая по всему миру. То есть не так, как у нас. Ой, каталожный бренд. То есть надо смирить немножко глубже. Давай из бюджетных. Идем по бюджетному. Карандаш. Бренд называется LN Professional. По легенде его делают в Англии, не была, не видела. Но карандаш стоит 52 гривны. На скидке он обычно за 26, поэтому я всегда беру штук 5 оптом. У него такой красивый серо-пепельный цвет. Ну, то есть я красила подружку альбиноску этим карандашом. Вообще максимально идеальные натуральные брови. Вот он как будто бы никакой, но он такой кайфовый. У него супер-классный оттенок. Не серый, не рыжий, не красный. Ну, то есть для блондинок, мне кажется, это самый красивый цвет, который есть. LN Pro London Made in China. Ну, ничего страшного. Нет, ничего страшного. Просто, знаешь, мне нравится, когда называется там Лондон, Париж. И все. Нет, цвет на самом деле классно. Главное же красила нормально. Давайте по дешманчику, да, еще пойдем? Я вот, кстати, из дешевых штук тоже взяла с собой такие глиттер. Он очень мягкий, его очень легко нанести. Это бренд Vivienne Sable. У них такая была лимитированная линейка, если вы где-то еще увидите. Скоро Хэллоуин. Куда ты это красишь? Праздник всех шлюх. Вот, поэтому... Когда шлюхи могут не скрываться, что они шлюхи. Да, единственный день, когда можно официально нарядиться шлюхой. Ты мне скажи, ты себя любишь накрашенной, либо не накрашенной больше? Я себя люблю. Это достаточно. Просто. Мне нравится, когда у меня помыта голова. Все, это уже топ. Я уже просто лучше всех. Я просто помню, в один момент ты пришла и с короткой стрижкой. Хотя до этого у тебя были шикарные волосы, длиннющие. И мне казалось даже, что волосы это твоя такая визитная карточка. Я участвовала в благотворительной акции, которая помогает деткам онкобольным. И они принимают волосы и делают парики этим деткам. И вот я в декабре, у меня были такие волосы, я их уже в эти джинсы заправляла. Ну, до копчика. Я обрезала. Очень коротко. Да, да. И у меня вот очень много отросло. Поэтому я сейчас хочу еще немножко... Отрастить? Да, уже сдать. Там было 50 сантиметров, но они принимают где-то 30. Принимают любые волосы и окрашенные, и не окрашенные. Только они принимают те, которые с химзавивкой и седые. Поэтому пока я еще не седая, я хочу еще успеть. Я просто пришла в салон, где это делают. И просто люди, которые знают, что надо делать, сделали это за меня. И там сразу тебе стрижку сделали? Да, да. Причем я хотела обстричь челку. У меня попалась очень хорошая мастер, которая сказала, нет, пожалуйста, не надо никакой челку. Зачем тебе челка? Потому что я женщина, я все время хочу какую-то хрень себе на голове. А у тебя когда-нибудь была челка? Конечно, это было ужасно. Ну, просто мне... Ну, знаете, такой, чем хуже ты выглядишь, чем вероятнее ты встретишь мужчину своей мечты. Поэтому мне нужна челка. То есть ты хочешь встретить мужчину своей мечты? Конечно. Какой он должен быть? Давай. Это, знаешь, как... Какая разница, какой ты классный, если натальная карта сказала все за тебя. Это должен быть нормальный, хороший, адекватный, взрослый, ментальный человек. Как ты считаешь, легче познакомиться с мужчиной накрашенной либо ненакрашенной? Вот какой у тебя был опыт? Когда-то, кстати, вот как сегодня в Покрову, я была в церкви. Вообще, да? Камин аут. Я, значит, стою... Обычно я, когда хожу в церковь, я там всегда не накрашена, потому что если я крашусь, мне сразу говорят, девушка, вам на выход. Ну, то есть я не похожа визуально на человека, который ходит в церковь, видимо, накрашенной. Я, значит, стою, икона Святой Елизаветы, в общем, это единственная церковь, которую я посещаю, только потому что там моя икона. И, значит, я стою, ко мне подходит мужчина, говорит, девушка, здравствуйте, можно с вами познакомиться? Я была просто ошарашена. Я поворачиваюсь, говорю, мужчина, вы вообще понимаете, где вы находитесь? Ну, это же церковь. Он такой, ну да, вот я вижу, что вы такая благочестивая, ходите в церковь. Это же так классно, я вот именно такую жену и ищу. Я больше не ходила в эту церковь очень долго, но, понимаете, просто насколько вообще жизнь неожиданна и непредсказуема. Но вообще, где познакомиться с мужчинами? Где ты чаще всего, возможно, там, знакомилась с мужчинами? Я не знаю. Мне кажется, что это такое дело случая, потому что, ну, у меня был случай, когда я прихожу домой, после Нового года у подружки была, мне звонит телефон вечером, неизвестный номер. Я беру трубку, алло, мне говорят, здравствуйте, у нас есть подарок для вас, там, нужно как-то передать. Я говорю, ну, хорошо, давайте там, передавайте. В общем, а в итоге оказалось, что это молодой парень, молодой человек решил со мной познакомиться. Он узнал, что мне нравится изделие там определенного бренда, купил это для меня, как-то выудил мой номер вообще непонятно откуда. А в итоге мы с ним два года встречались, и он, кстати, сделал мне сайт. Я тогда еще писала в ЖЖ, у меня был именно там журнал ЖЖ, и он на следующий день, там, или через пару дней принес мне бумажку, на которой был написан доступ, логин, пароль, и мне говорит, вот, я тебе сделал сайт, на, ты поделай с ним, что хочешь. После такого должна была быть свадьба и длинная, счастливая жизнь. Я еще тогда не ходила в психотерапию, поэтому вынесла ему мозг настолько, что он теперь живет в другой стране. Скажи мне, тебе важно, чтобы тебя добивались, либо ты можешь сама добиваться мужчину. Вот тебе понравился мужчина, ты готова его добиться? Там, познакомиться, позвонить ему. Мне кажется, что я уже не в том возрасте. Я помню, когда я была маленькая, ну, когда я училась в школе, там, в институте, у нас были такие расследования, если тебе нравится какой-то мальчик, ты не знаешь ни как его зовут, ни откуда он, ты его вот так мельком увидел, ты можешь найти всех его одноклассников, узнать, как его зовут, узнать, ты идешь на кафедру к нему, смотришь, ага, такое расписание, стоишь у него под кабинетом, ты видишь, что он выходит, набрасываешься на него, ой, извините, Боже, какую-то там берешь у него тетрадку, потом ему говоришь, ой, я взяла твою тетрадку, ну, то есть, очень много таких штук ты можешь сделать раньше. Мне кажется, что, ну, вообще, как бы, добиваться, это как-то немножко не женское, потому что мы и так уже добились всего того, что мы, начиная от того, что ходим в брюках, заканчивая, что мы обеспечиваем семьи, нужно перестать добиваться. Девушки, перестаньте добиваться, остановитесь. И ждать, пока тебя не начнут добиваться. Нет, ждать тоже не надо. То есть, ты все время чего-то ждешь или чего-то ищешь, когда тебе некомфортно с самим собой, когда тебе нужно заткнуть внутреннюю дыру кем-то другим, но человек не может быть твоим... Затычкой. Затычкой, да. Ну, то есть, человек должен находиться в комфорте сам с собой, и только тогда, когда ты целостная личность, тебе может появиться твоя вторая половинка. А ведь все равно многие девушки боятся остаться там с ребенком одной, а вдруг там она больше никого не найдет, и так далее. Вот эти внутренние страхи. Если вы боитесь остаться одной с ребенком, не заводите ребенка. Это твоя личная ответственность. Очень мало мужчин впоследствии реально тянут эту лямку до конца. Потому что не зря существует, мне кажется, эта поговорка, что мужчина любит ребенка до тех пор, пока он любит мать этого ребенка. Ну, я не знаю. Я одна с ребенком. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, тебе не страшно было? Страшно, конечно. Мне вообще страшно. Я вообще, типа, человек, тревожность. Мне все время страшно. Очень помогло, вот когда я пошла в терапию, ты перестаешь накручивать себя. Конечно, ты все равно накручиваешь себя, но не по каждому поводу. Не знаю, если вы боитесь, не выходите из комнаты, сидите в ней всю жизнь. Давай вернемся к косметичке. Что у тебя еще есть из интересного? Чем ты красишь губы? Покажи мне. Ой, у меня есть самая любимая помада. Как я и говорила, все, что я люблю, я покупаю повторно. Помада от Art Deco, которая выглядит как Шанель на минималках. Реально, самая лучшая помада. Она сейчас у меня на губах. У нее очень странный цвет, 67-й. Я его всем советую. Он выглядит, ну, так, мрачновато. Он никакой. Вот ты его, когда наносишь, на каждого конкретного человека он смотрится идеально и красиво. То есть, он ничего не меняет, просто делает, как бы, губы лучше. блестящая. Если будешь делать помаду, сделай такой цвет. Ну, реально выглядит как Шанель. Так, из губ еще. Очень люблю помады от L'Oreal, Colorish Shine. Но я знаю, что многим они, как бы, типа, пахнут бабками. Я не нюхала бабок, честно, не знаю, может и пахнут, но это, как бы, ваше дело. Но они такие, эта помада просто, типа, наша винтажная помада. Помада из детства. Такая. Как умада. Она пахнет так? Да нет, нормально абсолютно пахнет. Мне кажется, она кайфовая. И очень я люблю эти помады. У них есть классная матовая серия и такой оттенок 633, типа, трупный. Ну, вот это все, что мертвичина, это мои любимые цвета. Я хочу показать здесь уходик, никто не показывает здесь уходик, насколько я помню. Очень есть классная маска, которая продается на iHerb. Если вы алкоголичка на опыте, мало спите, плохо едите, биография, о, цинга, я не знаю, что угодно, но утром вам нужно хорошо выглядеть. или вообще хоть когда-нибудь. Очень классная маска, продается на iHerb, бренд Andaloo Naturals, она с энзимами, папайи и что-то там еще. Типа написано Age Define, борется как бы с возрастом, но она вообще реально со всем борется. Очень классная маска, она немного пощипывает за счет того, что у нее все-таки есть кислоты. И очень пахнет каким-то сливовым вареньем. Скажи? Да. Так, подарок. У меня есть подарок. У тебя есть подарок? Да, можно мой подарок раньше? Та-дам! Сладкий, как ты, букетик. Боже мой! Моя конфетка. Значит, реснички трансвестита. Это тебе для твоих сказочных образов. Это палетка от Nikki Tutorials и бренда Beauty Bay. Боже мой! Это надо открыть, зайчик. Я открою. Возможно, когда-нибудь что-то отсюда принесет тебе еще офигенно. Спасибо огромное. Я тебя сейчас обнимаю всеми своими частями. очень яркие лайнеры тоже для тебя. Попробуешь. Это, кстати, очень классный бюджетный бренд. Лайнеры суперовые. Ничем не отличаются от классных профессиональных стримов. Так, у меня тоже есть тебе подарок. Да ладно? У тебя такого нет? Нет. Выходи за меня. Анюта! Красиво ж. Да. Это хайлайтеры там скуловой. Спасибо большое, что ты ко мне пришла. Я думаю, зрителям было очень интересно посмотреть. Обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Мне очень приятно, когда я, конечно, читаю позитивные комментарии. Ну и встретимся с вами в понедельник. Верьте в себя и вы самая классная. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok